добрый день дорогие друзья приветствую вас на канале профессор белопухов недавно я посмотрел сериал игра в кальмара он сегодня самый обсуждаемый фильм обсуждают и сюжет обсуждают правила игры рецепты сахарного десерта дальгонов меня в этом фильме заинтересовало название почему такое почему кальмар и какая связь между названием кальмар в игре и теми животными которые мы с вами можем увидеть в магазине а и так кто такие кальмары кальмары относятся к отряду головоногих моллюсков как и улитки про который я вам уже рассказывал это животные самые крупные и подвижные головоногие беспозвоночные жители морских глубин в природе насчитывается более двухсот десяти разновидностей таких моллюсков причем они различаются по длине от нескольких сантиметров до почти 20 метров но съедобными считаются только некоторые из них представители десятируких моллюсков водятся на морской глубине они практически не встречаются слабосоленых и пресных водоемах только в морской воде возможно поэтому их не перевозят живыми и в магазинах можно найти только замороженные продукты кальмар является продуктом с высоким содержанием белка но при этом энергетическая ценность у него невысока в 100 граммах всего лишь 92 килокалорий и мясо кальмара усваивается намного лучше по сравнению с мясом животных свининой говядиной и другими мясными продуктами почему потому что в нем содержится вещество которое называется таурин получается что мы недооцениваем полезность кальмара и редко его едим ведь кальмар доступный и недорогой продукт который можно быстро и легко приготовить практически суперфуд но с одной оговоркой при всех своих плюсах кальмар для многих людей это сильный аллерген при этом как и во всех морских продуктах в нем содержится много различных макро и микроэлементов очень важных для нашего организма это иметь и селен и йод но мы сегодня поговорим прежде всего о таурине таурин это два амина этан сульфоновая кислота вот какая формула nh2 c h2 c h2 с две двойных связи с кислородом о аж то есть эта кислота которая обладает с одной стороны свойствами типичной кислоты с у 3 h а с другой стороны это аминогруппа который обладает основными свойствами таурин был выделен почти 200 лет назад в 1827 году немецкими учеными из желчи быка однако практического применения в то время это не нашло но в середине двадцатого века было обнаружено что таурин это очень важная для человека для животных важная аминокислота которая содержит серу а свое название она получила от слова таурос бык и про кошечек если этой кислоты в организме кошки не хватает то может наблюдаться и слепота и проблемы с сердцем а важен ли таурин для человека да конечно важен хотя эта кислота не участвует в биосинтезе белка но он участвует во всех остальных биохимических реакциях и это важно для нашего организма почему потому что в молодом возрасте кислота таурин вырабатывается в достаточном количестве но после сорока лет у многих людей происходит замедление таких биохимических реакций и поэтому получать мы их можем только из продуктов питания например из того же кальмара улиток крабов яйцо таурин содержится только в продуктах животного происхождения его нет в растительной пище а как быть вегетарианцем можно таурин получать только из витаминов иначе могут быть проблемы со зрением как у кошечек сердцем с головным мозгом большие дозы таурина содержится в энергетиках до 1000 миллиграммов а дневная норма всего лишь 400 миллиграммов с энергетиками надо быть осторожным не употреблять вместе с кофе и алкоголем и не более двух банок в день это повышает нагрузку на сердце усиливает нервную возбудимость а также надо помнить о том что у энергетиков краткосрочная фаза с бодрящим тонизирующим эффектом и следующий за ним фазой подавленности и потери ориентации кроме того любой энергетический напиток газированный и содержит много сахара что провоцирует кариес негативно влияет на выработку инсулина сам таурин полезен но совокупность веществ содержащихся в энергетиках приводит к тому что могут происходить разные проблемы со здоровьем длительное применение энергетиков ведет к проблемам с центральной нервной системой но не будем о грустном вернемся к нашему кальмару в наших супермаркетах мы можем увидеть свежемороженные кальмары копченые и сушеные самые полезные это конечно вот такие кальмары самые калорийные но и менее полезные это сушеные и копченые кальмары из всего кальмара мы едим только мантию поскольку у нас магазинах только замороженные продукты то необходимо оценить свежесть кальмара размороженные несколько раз моллюски имеют запах старой рыбы и горьковатый привкус во избежание отравления организма употреблять такой продукт пищу категорически запрещается питательное свойство моллюска максимально сохраняться если бросить его в подсоленую кипящую воду и варить не более пяти минут правильно приготовленный кальмар в Азии называют морской женьшень в мире существует более 450 блюд из кальмара вот одно из них в книге которой уже 40 лет диетологи рекомендуют блюда из кальмаров употреблять вместе с цитрусовыми или с яблоками а также с различными овощами томаты перцы огурцы зелень я вам приготовил два блюда это салат один из них классический а другой а другой корейский навеянный просмотром этого фильма ну и в дополнение мы сделали кольца кальмара в кляре это классическая закуска вот классический праздничный салат здесь у нас есть и лук и огурцы очень вкусно а вот это корейский навеянный просмотром фильма игра кальмара вот этот салат мне нравится больше он пикантный вкусный оригинальный я рекомендую вот такой салатик интересный факт кальмары могут обогнать даже дельфинов так быстро они плавают они отличные пловцы и при этом хитрые охотники почему потому что у них у одних из всех таких вот моллюсков есть головной мозг примерно 15 граммов это мало но все-таки для хитрости достаточно недаром корейцы избрали именно это животное символом своей уличной игры где побеждает самая ловкая энергичная сильная команда у меня на футболке как раз схема этой игры игры в кальмара и снова о сериале я посмотрел несколько серий они мне понравились очень оригинальный фильм на самом деле сюжет не уникален концепция королевских игр где должен выжить сильнейший не нова например еще на руси играли в царя горы с похожим сюжетом выходила трилогия голодные игры а самые популярные компьютерные игры сейчас это фортнайт и пабг где все остальные кроме победителя умирают в сериале игра кальмара несмотря на мрачный сюжет и жестокость картинка яркая если вы не слишком впечатлительно и спокойно относитесь к сценам насилия и смерти на экране то сериал может скрасить ваш вечер но смотреть его все-таки необходимо с 18 лет когда корейцы видят такую пиктограмму треугольник круг и четырехугольник то они ее читают именно как кальмар точно так же как мы если увидим три параллельные дуги мы ассоциируем это с вайфаем всем стабильного вайфая я для вас готовлю новые ролики о природе и а химии в этом мире подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите в комментариях что вам понравилось до новых встреч в эфире